В прошлом году было много всяких там окружностей, прямоугольников и так далее. В этот раз мы довольно долго будем говорить о вещах, которые, казалось бы, вообще никак не связаны с геометрией. А именно, начинается тема графа. Графы вовсе не обязательно должны изображаться на картинке. То есть, конечно, нарисовать что-то такое, сказать, что у нас есть четыре вершины, и вот так они по кругу соединены, это, конечно, граф. Но графом является, например, вот такая. Давайте каждого человека соединим с его мамой. Ну, имеется в виду и всех, кто жил, когда бы то ни было. Вот есть человек, и ставим стрелочку к ему маме. От нее ставим стрелочку к маме, к маме. Понятно, что возникает картинка. Нарисовать ее невозможно. Просто потому, что людей много, миллиарды. Я не смогу на доске нарисовать. Но все понимают, что картинка такая. Да. Отлично. И, ну, понятно, что бывает у некоторых мам несколько детей. И так далее, и так далее, и так далее. Давайте начнем с нескольких конкретных примеров. Просто потому, что эти обозначения хорошо бы запомнить. И они очень-очень часто встречаются. Есть такой замечательный граф, как полный граф. Вот, например, К4. Полный граф на четырех вершинах. Почему буква К? Потому что очень важную теорему про эти самые графы в свое время доказала математика Куратовский. А еще потому, что по-немецки слово полный начинается на букву К. В общем, в любом случае это уже не обсуждается. Потому что все привыкли. Что такое полный граф на четырех вершинах? Полный граф, где каждая вершина с каждой. Каждая соединена с каждой один раз. Понятно? Замечательно. Что такое граф К3? Что такое граф К2? Что такое граф К1? Просто точка? Просто точка. Путь к каждаю. Это граф, в котором вообще нет их шин. Его даже рисовать нельзя. То есть он уже нарисован уже? Да, он уже нарисован. Вот тут такой вот он. Да. Ну, кроме К, бывает еще. Бывает К2,3. Интересно, что это такое. Да? То есть... Это два графа. Нет, это не два графа. Это совсем не два графа. То есть вы правы, что надо нарисовать две точки, надо нарисовать три точки. А К2,3? Это два графа понюжной связи. Это с вершины, а три... Нет, сразу же. Связать две точки. Связать две точки. Связать две точки с первой страх, две точки с второй страх, две точки с третьей страх. Абсолютно верно. Так называемый полный двудольный граф. Вот это называется просто полный граф. Полный граф на четырех вершинах, на трех, на двух, на... Ну, в общем, на н вершинах. То есть я на концерт. А вот это называется полный двугольный граф. Полный двугольный граф. Здесь в общем виде К, Н, здесь К, Н и М. Н это в одной доле, М это в другой доле. Понятно. Еще. Еще есть такая замечательная вещь. Точки, которые вот так вот по кругу соединены. Вот это называется С6. Цикл? Да, цикл. Это просто первая буква слова цикл. Замечательно. Ну и, соответственно, СН это цикл на Н точках. Хорошо. Теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько объем в графе К, Н? Н на Н минус один делить на два? Ага. Ага. Давайте проверять. Н умножить на Н минус один и разделить на два. Проверяем. Если Н равно трём, три умножить на два пополам. Это три. Если Н равно четырём, четыре умножить на три, это сколько двенадцать пополам, это шесть. Если Н равняется двум, два на один пополам, один. Если Н равно единице, ноль. Ваша формула подходит для этих четырёх значений. А почему она всегда верна? Потому что из каждой, то есть, при умножаем Н, Н это, соответственно, количество с целым нас вверх. А Н минус один, это количество выходящих из них к всем остальным вершинам. То есть, оставшееся количество вершин и каждый из них у нас выходит. Отлично. А теперь, пожалуйста, выйдите и расскажите то, всё, что вы говорили, но так, чтобы это совсем все помнить. Н – это количество вершин. Это очень важно. Короче, из каждой вершины у нас идёт ребро в каждую другую вершину. Сколько у нас их осталось? С чего? Суммарно Н, а одну из одной и той же вершины в Е уже не может идти, так что их настояется Н минус один. То есть, из каждой вершины выходит Н минус один ребро. Это понятно? И почему мы делим это на два? Потому что каждая палка в двух концах, каждое ребро, оно считается как для вот этой вершины, так и для этого вершины. Соответственно, мы делим это всё на два, потому что каждое вершину, ребро мы посчитали два раза. Понятно? Я чуть понял. Я понял. Отлично, спасибо. Господа, на самом деле это настолько важная штука, что давайте я объясню это ещё раз чуть-чуть по-другому. Хотя это, разумеется, было абсолютно правильное объяснение, всё хорошо. По-другому это объясняется так. Вот, господа, представьте себе, например, граф К7. Ну, что это такое по сути? Это семь точек, каждая седина с каждой. Так? Отлично. Я беру и одну вершину выкидываю. Скажите, пожалуйста, сколько при этом ребро я вытянула? Шесть. Шесть. Потому что она была соединена со всеми остальными, то есть шесть ребро. Значит, я только что вытянул шесть ребро. Хорошо. Но осталось шесть вершин. Одну из них выкидываю. Сколько я при этом ребро выкидываю? Пять. Пять. Следующий выкидываю. Так n на... 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 Минус 1, это же формула суммы вроде. Правильно. Так поэтому и получается так, да? Так называемое треугольное число. Все поняли? Сумма чисел от 1 до n на минус 1. Получается, полноценный граф это рукопожатие? Жизнь полноценный. Полный граф. Да, полный граф. Это действительно граф, когда каждый дружит с каждым. Ну, в жизни так, в общем, не бывает. Если возьмем, там, не знаю, 10 миллионов человек, чтобы каждый подружил с каждым, это слишком. Но полный граф, это когда каждая вершина соединена одним ребром с каждым. Договорились? То есть, количество риоферта как получается? Вот по такой форме. Правильно? Да. Так, кто знает другое обозначение для этого числа? Очень важно это число. Вот это вот число. n умножить на n минус 1 пополам. Его еще как-то обозначают? Что-то си из чего-то там прошлое. Что-то там? Си из чего-то там. Число сочетаний. Число сочетаний. Чего к чему? n ползин. Пожалуйста, запишите и постарайтесь в понятии. Совсем просто. Что значит ребро полного графа? Это вообще-то просто пара вершин. Правильно? Ребро задается своими двумя концами. Замечательно. Значит, для того, чтобы задать ребро, мы должны фактически указать две вершины. Это и называется выбрать две вершины из n имеющихся. Правильно? Число сочетаний из n пополам. Так, поговорим? Да. Поговорим. Хорошо. Хорошо. Теперь вопрос. А у этого сколько? Я вопрос. Да. Собой вопрос. Собой вопрос. Я все-таки не поняла. С этим уравнение? Это не уравнение. Это равенство. А, вы не поняли, какое число сочетаний? Да. Число сочетаний из n подвох называют называют количество способов выбрать два элемента из имеющихся n элементов. Давайте, чтобы не подвох было, а давайте что-то такое совсем простое. Скажите, пожалуйста, чему равно число сочетаний из из шести по восемь. Если это блянты, конечно, блянты будут? Вам дали шесть конфет и спрашивают, сколькими способами из них можно выбрать восемь. Ноль. Ноль, конечно. Конечно, ноль. Хорошо. А число сочетаний из шести по шести? Один. Один. Один раз. Один. А число сочетаний из шести по пять? Шесть. Потому что если вам дали шесть конфет и просят выбрать из них пять, то это то же самое, что от длины. Теперь понятно стало? Да. Почему здесь из М по два? Потому что у ребра два конца. Да. Чтобы задать ребро, надо взять вот-вот или так, или так. НН будет. А, это ответ в этой задачи? Абсолютно верно. У меня то же самое. То же самое, конечно. Разумеется, вот в этом графе шесть ребра. Почему? Потому что шесть дважды три. Здесь мы берем любую из Н вершин. Здесь любую из М. И здесь получается сколько всего ребер? Шесть. М умножить на Н. М умножить на Н. Кто знает, как это называется в гигнаторике? Как называется эта штука? Количество ребер двуковного графа. Это называется правило произведение. А, да-да-да. Удивительным образом. Оно настолько важно, что с нормальным школьником его приходится учить там, типа, решать огромное количество задач до тех пор, пока человек запомнит. обычно очень хорошо доходит, если вместо левой доли и правой доли говорить мальчики-девочки. Тогда вы сразу на себя примеряете и, значит, упоминается лучше. Ребята, вещь простая. Представьте себе, что есть у нас Маша, Ира и Даня. Отлично. Каждая из них ну, я не знаю, дала по конфете или там, дала по обувь. В зависимости от того, какие у вас с ними отношения, не знаю, там, пятерым мальчиком. Мальчики у нас были такие, значит, был Витя, кто у нас еще там был? Денис, Сережа, Григорий и Сергей. И еще пятый, как бы он назвал? Елисей. Как? Елисей. Не хочу Елисея. Тимофей. А? Тимофей. Тимофей. Отлично. А теперь простой вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько было конфет из-за затыльников или чего-либо? 15. 15, конечно. Почему? Потому что это и есть определение произведения. Вот когда у вас есть таблица 3 на 5, то количество ее клеточек это просто по определению произведения. На самом деле это просто откуда сама идея вот этого архитического действия возникла? Подсчитывать площадь прямоугольника с известной страной. А, получается, каждая девушка дала там полного таблица. Не важно что 15. Правда? Клеточек в этой таблице 15. Так вот, когда вы работаете с двудольным графом, практически всегда нужно нарисовать такую таблицу. Потому что как только вы нарисовали таблицу, у вас как-то странно все легче, чем здесь. То есть, можно, конечно, не такую картинку рисовать, тоже иногда полезно. Почему? Потому что здесь они пересекаются, а это же не вершина графа, это случайное пересечение на картинке. А здесь никаких пересечений нигде, здесь просто клеточки. А вот здесь мы знаем про двухдольный графом, а двухдольный четвертый. Абсолютно верно. Спасибо за идею. А ведь правда, а ведь у нас же бывают например, такая штука К 2, 2, 5. Интересно, что это такое? Посмотри, конечно, это будет. Верьте, Верьте. Это получается, где вот последний, последний, где две точки связаны с двумя точками. Что? Да? Трехдольный граф. Да. Это как таблица, только 3D таблица. Нет, все легче. Ребята, 3D это же на обозначение, потому что в принципе могло бы быть это и по-другому. Можете ли догадаться, что сейчас так обозначается трехдольный граф? А так и бывает? Ну да. 4D. Так, поехали. Двудульный график это вот что такое. Вот здесь вот запрещено проводить револю. Здесь запрещено. Здесь запрещено. Но зато все остальные соединены вершиной какие вершины из разных долей. Идея понятна? А тогда с двудольными запутывать. С двудольными? Вот если вы оставите две доли, то это будет двудольный. И все? Так, не знаю, в общем, понятно. да. Я всем спасибо. Вот такая сумасшедшая штука. Она довольно красивая. Она довольно красивая, да. штука.